Какую Ахиллесову пету вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США в обход патриотов? Информация о нанесении подразделения Миксира эффективного массированного ракетного удара по эксплуатируемой ВВС США иракской авиабазе Айн-Аль-Асад, гарнизон Ур-Экшен, близ Эрбиля, а также укрепрайону близ городка Барбараша спровоцировала настоящий шквал восторженных комментариев десятков тысяч обозревателей на многочисленных новостных и военно-аналитических площадках российского сегмента интернета. И это совершенно неудивительно, ведь впервые в современной истории именно Исламская Республика Иран стала той передней азиатской державой, военно-политическое руководство которой в рамках ответных действий за подлую и изобилующую грязными эпизодами ликвидацию известнейшего генерал-лейтенанта и командующего Касима Сулеймани, осмелилось спроецировать силу на стратегически важную инфраструктуру ВС США на Ближнем Востоке. Таким образом был окончательно опровергнут ложный стереотип западных экспертов и СМИ о незыблемости присутствия и безнаказанности действия американского военного контингента в восточной части Переднеазиатского региона, чем обусловлена избирательность командования КСИР во время выбора американской военной инфраструктуры, подлежащей удару возмездия. Не менее существенным и важным предметом для дискуссий в экспертных кругах, несомненно, можно считать степень избирательности командования корпуса Стражи Исламской Революции при выборе военной инфраструктуры США, подлежащей удару возмездия, первому этапу операции «Мученик Сулеймани». В то время как оба укрепрайона, близ Рекшена и Барбараша, и авиабаза Айнал-Асад, расположенные на дистанции от 120 до 300 километров от предполагаемых позиций иранских ОТРК, подверглись мощнейшему удару 25-30 оперативно-тактических баллистических ракет типа Киэм и Зульфикай. Дальность действия 700 и 800 километров соответственно, куда более значимые, с оперативно-стратегической точки зрения, авиабазы Эллю Дейд, ИСА, Альдафра и Принц Султан, расположенные на аналогичном расстоянии от позиций иранских ОТРК и используемые ВВС США в качестве аэродромов подскока для тактических истребителей. F-15 Е-СТРИКИ ИГЛ Многоцелевых истребителей пятого поколения F-22А, а также стратегических ракетоносцев P-1 Беллан-Чиро и P-52Х, остались в целости и сохранности, отталкиваясь от вышеуказанных деталей, а также от заявления генерала Ксир Абдул-Араги о демонстрационном характере данного удара, направленном лишь на выведение из строя определенного количества бронетехники и армейской авиации ВС США. Но никак не на достижение невосполнимых потерь личного состава ВС США и Ирака, нетрудно прийти к выводу о том, что главными целями руководства Ирии и командования корпуса стражи Исламской революции в данной фазе операции мученик Сулеймани были как укрепление Тегерана на геостратегической арене, так и оказание отрезвляющего эффекта на Пентагон в целом и центральное командование ВС США, в частности. Последний же пункт был достигнут благодаря удару именно по тем вышеперечисленным объектам в северных провинциях Ирака, которые, в отличие от Авпей-Людейт, Принц-Султан, Иса и т.д. Не были прикрыты ни противоракетными комплексами средней дальности Патриот, ПЭК, Тримсе, ни эсминцами Ура-класса Орлеек, Бергфлайт, 5-го оперативного флота ВМС США. Их боекомплекты располагают дальнобойными зенитными ракетами. РИМ-174, ИРАМ, с дальностью более 240 км, не самолетами ДЛОЮ, И-3С-ЛЕЖ, ГИИ, СИНТРЫ, которые могли выдать с целью Казания по иранским ракетам-истребителям. Ф-22А и Ф-35А, оснащенным ракетами класса воздух-воздух. Более того, хорошо известно, что Патриотовский АЗУР МЕМ-104Ф ПЭК, Тримсе, оснащенный газодинамическими поясами из 180 радиально расположенных микроракетных двигателей поперечного управления перед аэродинамическим фокусом ЗУР и способные маневрировать с перегрузками 55-60 ЕД, без особых затруднений перехватили бы 10-15 и более иранских оперативно-тактических баллистических ракет семейств Киэм и Зульфикарь даже в случае реализации последними противозенитных маневров с 15-20-кратными перегрузками на терминальном участке траектории. Возникает следующий вопрос, каким образом командование КСИР смогло окончательно удостовериться в отсутствии противоракетного зонтика над авиабазой Айн-Аль-Асад и двумя другими объектами. Во-первых, это заявление главнокомандующего ВС Ирака Абделя Акерима Халфа, сделанное накануне удара КСИР и ограничивающие развертывание любых американских вооружений, включая средства ПВО про радиолокационное оборудование, на иракской территории, а также запрещающие использование воздушного пространства Ирака авиации ВВС США. Во-вторых, это наличие на вооружении войск ПВО и ВВС Ирана огромного спектра современных средств пассивной и радиотехнической разведки и радиолокационной разведки наземного и воздушного базирования, которые смогли просканировать северные провинции Ирака и воздушное пространство над ними на предмет отсутствия многофункциональных РЛС. 65 комплексов Патриот, ТРИМСИ, а также самолетов системы АВАКС и тактической авиации И-2Д, И-3Г, Ф-22 РАПТОР. Наиболее весомыми звеньями в данном перечне является наземная станция исполнительной и радиотехнической разведки 1АЛ-222 автобаза, работающая в С-СЛЕШ-ЭКС-СЛЕШ-КЮ, диапазонах сантиметровых волн, способна пеленговать излучение от бортовых РЛС тактических истребителей с дальнейшей идентификацией типа машины, а также пара восстановленных и самолетов ДРЛОИУ-1Н1-2, оснащенных радиолокационными комплексами РЛДН-Салауддин-GE и ТРС-21005 ТИГЕР-GE и станциями предупреждения об облучении, способными выполнять роль бортовых комплексов РТР, обнаруживая американские АВАКС на удалении более 500-700 километров. Результат комплексной работы всех вышеперечисленных средств мы пронаблюдали в филигранно-точном ночном ударе по американским укрепрайонам в Ираке.